Вот и закончилось мероприятие, третий по счету фестиваль Барановича, хотел сказать Бобруйский, идет один из организаторов, Сергей. Ну, один из организаторов, ты недоволен, что тебя так предъявил. Ну все, ребята, вот собралась команда из Баранович, и каждый из них хочет сказать пару слов, наверное. С кого начнем, ребята? По кругу. По кругу, начнем с самого маленького. Давай. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Мероприятие, как тебе? Ты сегодня очень часто делал на турнике всякие фишки, даже подтягивался. Как тебе впечатление? Нравится вообще это делать? Да. Нравится? Ты в будущем будешь спортсменом? Угу. Я и так спортсменом. А чем занимаемся? Плаванием. Ты плаваешь? О, молодец, пацанчик. Вот будущее... На бокс. О, на бокс. О, ребята, показываем пальчики, да? Молодец. Брестаем сила. И потом будешь всех на ринге выигрывать, правильно? Хотел сказать плохое слово, мочить, но я сказал. Молодец. Ладно, молодец. Тебя зовут Влад, по-моему, да? Да. Молодец, Влад. Ты сегодня реально молодец, серьезно. Гиркут поднял 32 килограмма, не каждый и сможет, в твоем возрасте. Отрывай. Отрывай просто от земли. Меньше сам вести. Ты сам весишь, наверное, меньше, чем, на самом деле, такие... Ты сюда килограмма, который ты... 28 килограмм. Ты весишь 28 килограмм, поднял аж на 5 килограмм больше. Молодец. Молодец. Ну, скажи еще там пару слов, Сергей. Что сказать? Сергей, скажи, ну, пое мнение. Мероприятия прошли вроде бы, все нормально, все успешно. Жалко, что мало людей участвовали. Ну, ты знаешь, не главное количество, мне кажется. Главное качество и настроение. Главное внести... Антон, ты еще сидеть должен. Все. Сядешь. Умер. А сейчас Антон пару слов скажет, давай. Все было супер. Это сказал организатор. Да. Все было супер. Есть планы на будущее? Конечно. Говорите. Планы всегда есть на их. Или они еще держатся в секрете? Международный мастер спорта. Международный мастер спорта, да? Ну, это уже никому не говорили. Местер спорта межгалтического класса. Местер спорта межгалтического класса. Я думаю, что возьму через лет. Ну, поехали дальше. БРСС, поднимемся у нас команда. Ну, что бы мне хотелось сказать? Представьтесь, пожалуйста. Спасибо за то, что Горбач Виктор секретарь БРСМ Баргу. Спасибо, ребята, большое за то, что вообще такое движение есть. Я очень рад тому, что мы можем как-то поддержать ваше это движение. И со своей стороны сказать, что воркаут это сила. Спасибо. Молодцы, ребята. Ты немножко, Виктор, удивлен, да? Да. Это хорошо. Многие так удивлялись годик-два-три назад. Ну, сейчас это уже никого этим уже не удивишь, да? Ну, класс, хорошо. Согласитесь, да? Витя, на самом деле это мощно у нас идет. Вот. Антон, продолжи фразу. Я не слышал, что ты сказал. Это мощное что? Движение. Все правильно. Это здорово. Это супер. Это молодежи. Это супер. Движение это что? Движение это жизнь. Совершенно верно. Слушай, надо тебе уже мотиватор идет, а не мне. Ладненько, пойдем дальше по списку. Пойдем поехать. Подожди секунду. Поешь еще успешно. Давайте к участникам еще повернемся. Ну, Саша Брест и... Антон. Тоже Ивасевича. Вы сегодня принимали участие. Все-таки... Ты первый раз. Краткое изложение о вашем... Давайте я скажу. Вот. Я сегодня вообще первый раз на таких мероприятиях. Первый раз. Первый раз. И честно, мне понравилось. Очень понравилось. Я горжусь тем, что такие мероприятия сейчас проводятся в Долорусе. И, надеюсь, буду приезжать выступать еще раз. Здравствуйте. Это супер сказано. Ну, надеюсь, твой напарник тебя поддержит. Конечно, поддержит. Я сам из города Брест. Меня зовут Александр. Ехал сюда вообще в Квинтону. Егенда. Просто проездом в гости заехал. И попал эти соревнования. Даже немножко поучаствовал. Очень понравилось. Вообще в спорте, любой спорт, это движение. Движение, это жизнь, как Антон говорил. Поэтому нужно выступать, заниматься любимым видом спорта. Совмещать этот спорт. Я надеюсь, что эти соревнования будут еще в дальнейшем. И будет много участников. Будут спонсоры, которые это все заметят. И все будет на высшем уровне. И сегодня было это супер вообще класс. Очень понравилось. Спасибо. Кому еще можно... Кто хочет еще пожелать что-нибудь? Я думаю, вы. Тебе реально все понравилось, поэтому без комментариев. Да, очень понравилось. Я больше с вами приехал, чтобы не участвовать завтра. Ну, ты сегодня участвовал, как ни странно. Ну, я больше сюда приехал, чтобы посмотреть, знаю. Ну, понравилось мероприятие? Пришлось, пришлось. Пришлось, заставили, да? Пришлось, да. Ну, вот еще у нас один участник сегодняшний. Ну, что сказать хочу. Может, представьтесь, пожалуйста. Слов нету. Тебе, а так даже... Ну, бать, как оказал, не робит. Выступил. Как бы, даже не то, что не ожидал просто. Так приняли тепло. Такая поддержка хорошая. На самом деле улица жарко. Да, ну, с жарком это даже меня как-то... Вообще, пусть, но по 40 градусов мне все равно. Мне настроение сейчас хорошее. Я думаю, ну, приеду, но еще лучше будет. Потому что, ну, старый. Фотографии сегодня будут. Да, я, я. Тяжеленько. Еще Антон скинет, правда? Первое место не заботится. Антон, скинишь сегодня все фотки? Нет, да. Вот, я занял первое место в мотивации, больше заниматься. Я считаю, не главное победу, что-таки, а главное участие. Главное участие. Но все равно хочется достичь боли. Я так скажу, не важно туда спонсироваться, чтобы там, сколько там людей было. Главное, организовали, выступили, поддержали друг друга. И главное, что-то интерес есть, и он не пропадает. И это нужно стараться, чтобы не так, чтобы идти, а хочу выступить просто, чтобы, ну, не знаю, показать себя. Надо же просто было интересно, пришел, о, сделал, все, народу много. Вот, так, чтобы было всегда интересно. Само там, и не бросать. Ну, Антон. Чтобы было желание, настроение, истребление. Да, да. Но остальное все будет, как говорится. Теперь я поверну камеру все-таки на себя, и все-таки выскажу свое мнение. Если можно. Я очень рад тому, что пацаны этим увлекаются. Это классно. И, не, не, у меня не надо. И, застесняйся, джи-джей на сегодняшний. Ребята просто молодцы тем, что они вот столько времени вкладывают в то, чтобы стать здоровыми, быть с нами, стать сырьем, быть более активными. И проявить себя хотя бы даже так. Это очень классно. Это просто супер. Спасибо вам. Ну, а теперь интервью про организаторов. Организаторов тоже. Я опять? Да. Ну, опять. Можно я выскажу? Ну, давай. Антон, огромное спасибо за мероприятие. Да, да. Да, в первую очередь. Вначале, как уже старому другу, поздравили все. Молодцы. Мне понравилось. Мы сейчас опять вас будут добиться. Далеко, в принципе. Будем рады. 6 часов въезда. Ну, ладно. Молодец. Мне понравилось. Хотелось бы, как-то таки пожать руку в РСМ. Спасибо. Больше бы таких людей организации, способности, музыка на уровне. Старались. На следующий год у нас есть еще позиции? Конечно. Я думаю, еще приятно. Это всем взаимодействие. Замеси спонсоров никаких нет. Ребята, это будет интерес, свое, ее вид. Нам спонсоры не нужны. Речебно кто-то, да. Это здорово. Как сказал вам, можно. Мы сейчас приезжители в Ассене. Спонсоры не нужны. Все сами сделали, как говорится. И все будет круто. Надеюсь, мы заканчиваем сегодня. Это наше поколение будущее. Это наше будущее. И надеемся, что таких ребят будет намного больше. Когда уже мы будем... Илью снимил майки, если он ее оденет, естественно. Но мы не стесняемся, да? Запомните, ребята, стадион все-таки, да? Да, это стадион запомните. На следующий год, Антон, как я понимаю, с БРСМ, все-таки опять обезутся к мероприятию. Это четвертая по счету. В Пинске, если я думаю, что в Пинску... Мы, может быть, о чем даже раньше. Ну, а наша работа, больше людей привлечь сюда. Да, больше привлечь. Надеюсь. Если будут спонсоры, будут какие-то призывы получше. Ну, нельзя, если спонсоры можно съедать по мелочи просто. Ну, подумать, что-то как-то делать. Все будут развивать, кому-то говорить об этом. Все будут заниматься. У меня в БРСМ очень много знаком. Вот почему я не приехал. А я вообще проездом. А если бы кому-то сказал, что есть соревнования, они приехали с тобой. В БРСМ, если честно разобраться, есть такой Артем Кюхимук. А что я о нем не слышу? Они были недавно в Батруске. Тихо. Костян Кюхимук. Спечатка 20 раз сжимается. А что не приехал? А он, наверное, забыл или что? Я бы, он хотел приехать, а что-то там не случилось. Он же летом говорил. Да, да, да. Но вы же занимаетесь профессионально. Тут больше идет учет. У него и они. Я вы в общем-то. Я просто считаю, здесь любители собираются. Поэтому тоже. Профессионалы, профессионалы. Я не спорю, это, пожалуйста, выступление на Олимпиаде. Пожалуйста, не вопрос. У нас своя Олимпиада. Маленькая, но Олимпиада. Здесь выступают любители. Да. Подожди к обычным турнику. Где-то у нас увидишь хоть одного гимнаста. У нас все любители хотят начинать. Ну ладно, я без комментариев. Нет, сегодня ты видел хоть одного? Сегодня гимнастов, кстати, не было ни одного. Да, были сегодня моменты выступления. Гимнастические моменты? Нет, не гимнастические. Это не, не, не. Там были моменты очень много недочетов. Ну только так. Выступления. Ребята, многие ребята, которые сегодня выступали, они впервые приняли участие в сегодняшнем мероприятии. В соревнованиях. То есть они для себя занимались, и тут решили заявиться себя в соревнованиях. Это здорово. Даже вот, там было два, по-моему, с Туркменистана, которые просто пришли с общежития. Ну да, молодцы, ребята. Я удивился даже. Я даже удивился. Один из них желанием. И они часто висят здесь просто подолгу, я замечаю. И заметь. Без того, как бы, немаленький. Опять же, можно заранее думать о фиши, развешивать, чтобы народ... Просто надо заранее начать шевелиться, а не в последний раз. Мне понравился этот конкурс насчет подтянулся до груди, в принципе, и задержаться. Вот у Никитина количество времени... Вот, мы делали в прошлый раз, так, со мной. Понимаешь, когда я боролся за второе место? Это завязывается... Я, когда я первым за ним висел, да? Я с ним висел, получается, еще столько же сделался... Ну, получается, с опытом, все, я повесел. Честно говоря, я засекал время, если честно, как бы по своим часам. А сзади меня мужчина, он снимал на профессиональную мини-камеру. У него какие-то там часы были, типа, точно. Ну, Кирилл, ой, не точно, мне не нужно... Не все важно, из-за того, что молодцы, молодцы. Вот именно, вот это здорово. Я тебя в последний раз видел, грубо говоря, год назад, и то в Минске. Ты там занял первое место, и, естественно, командное выступление у тебя было, по-моему, второе место. Хороший результат. Но уже уровень, в целом, поднялся, очень поднялся. Я был в мае месяце в Минске. Я уже завязал. Пубок прохни раз. Ты можешь повторить, сейчас ты будешь молодость? Завязал, ты еще молодой, ты еще и развязаться сможешь. В Беларуси. В Беларуси. Рекорды, конечно, не было. И ты еще успел. Все рекорды были установлены сам, знаешь, когда еще... Какой большой парень. В июле. И было еще... Все большие, все сильные. Все молодцы. Кстати, вчера девушка с Минска установила... Бабрусь, Бабрусь установила рекорд в Беларуси по отжиманию на брусьях без отягощения. Позавчера? Ну, позавчера. Третья числа на день независимости. На брусьях. Плюс двадцать три раза. То есть двадцать три раза отражалась на брусьях. Девушки пять. Молодец. Молодец. Николай, хочется спросить, когда ближайший фест в Минске? За все вопросы к организаторам, федерациям. А вот еще один наш. Везде движение, ребята. Везде движение. Нажимай стол. Как тут «Стоп» нажимать? А . Подожди, подожди. Ты сейчас снимаешь. Ребята, всё. Давай сейчас... Антон, давай! Антон, маленькая просьба! Сделай улыбку за уши! Стрит к воркаут!